приветствую вас дорогие друзья на нашем канале добро пожаловать хочу сегодня поговорить с вами на интересную тему которую мне подкинули наши зрители причем даже два комментария было написано что жене снимите пожалуйста видео про 4 аромата на 4 сезона и насколько я понял то есть один аромат лета второй аромат осень зима и весна и так далее там подобные в общей сложности 4 аромата но сделали прям такую вот интересную пометку чтобы это были были нишевые ароматы естественно я подобрал четыре аромата четырех нишевых аромата на каждый сезон и если вам будет интересна такая тема то пишите в комментариях я думаю я сделаю тогда еще одно видео но там уже будут люксовые ароматы поэтому долго я думал как говорится у нас было два дня два дня в наших субботу была трансляция в субботу писали комментарии вот сегодня я все-таки решился и остановился на четырех ароматов для каждого сезона и хочу начать наверно с лета потому что у нас сейчас нет у нас жара у нас вообще страшное лето я вот не знаю вентилятора оставили окна конечно закрыл чтобы не было шума как бы но вот если будет какой-то гул ребят это вентилятор у нас то что если мы еще и вентилятор выключим это можно будет сойти с ума на солнце 38 градусов тем более в нашем климате это страшно правда я вообще не знаю мне даже язык заплетается от того что весь день на жаре как как пьяный потому что вот устаешь вот только от жары в общем ладно первый аромат это у нас лето я решил взять аромат они бюта лент кель амур как красиво да или какая красота вроде бы как-то так переводится это действительно летний аромат в нем есть все поэтому я даже узнать вот недолго думая вот летний аромат и решил остановиться именно на нем кель амур от они бюталь потому что здесь есть и черная смородина и персики и пионы и даже вишня или черешня кто там по две у нас ягода идет черешня да наверное черешня как на фрагратики так было нарисовано то есть и пионы черешня и персики и кто я говорил черная смородина то есть в этом аромате там вот вообще есть все что растет летом и вот действительно он и воспринимается как-то вот так вот легко ненавязчиво воздушно как-то прозрачно с легкой такой вот ягодной кислинкой за счет и еще каких-то вроде бы красных ягод пирамиде не помню гранат вот кстати гранаты видимо это гранатки слит и мне это лично не мешает меня это даже наоборот как-то бодрит освежает но прежде всего конечно для меня это персик особенно вот если вот нюхать пульверизатор это персик прям такой вот сыроватенький то прям такой вот знаете вот руками разломанные по пальцам бежит сок вот именно персика с гранатом и потом уже идут пионы и черные смородины вот эти вот и вишни черешня не помню кто там точно из них в зависимости то есть от температуры если это будет более такая вот прохладная вот летняя погодка там скажем пасмурная здесь будет больше именно каких-то вот ягодных нот если это вот такая вот была теплая погода как сегодня я слышал в первую очередь пион и потом только где-то вот персики и конечно немножко гранаты потому что все таки вот кислинка за счет граната в этом аромате есть но в данном случае кстати в грамоту мне гранат не уходит для меня в железное какое-то звучание как это бывает с эйфория от colvin klein я там очень сильно слышу вот именно какой-то железный оттенок в общем они гютальки лямур для меня это безусловно лето летний аромат хотя он вроде бы как заявлен как женский но тем не менее мне кажется это все настолько вот абстрактно настолько все не важно незначительно потому что все таки на каждой коже все раскрывается абсолютно по-разному для меня вот это вот такие вот ягоды даже вот не знаю может быть какие-нибудь типа как глюквы какие-нибудь брусники хотя вот не помню есть ли они в пирамиде или нет но я услышу именно какой-то ягодный профиль плюс естественно вот такой вот свежий сочный гранат персики пионы не знаю черные смородины и вот это вот то ли вишня то ли черешня я узнаю что там две ягоды на фрагрантике нарисованы то есть такие вот вместе мы видим от черешни да вот они вот тут по 2 тоже две но не знаю ну в общем кто-то из них там есть и вот есть такой вот легкий вот карина вот сегодня кстати заметил я когда вчера им брызгался вот вечером она говорит есть такой легкий вот как по пла пластмассовый какой то вот такой вот резиновый это для меня вот действительно вишня в сочетании возможно с корицей она часто пахнет То ли латексом, то ли какой-то резиной Возможно, это отголосок дает Но это мое восприятие Для тех, кто любит ноту вишни-черешни Это и будет пахнуть вишня-черешней В нашем случае это легкий резиновый отголосок Но тем не менее, это лето Одним словом, это лето После лета у нас идет осень И для осени, здесь я вообще даже не думая Прямо не думая, я сразу знал, что я возьму Это у нас Фрапен Невермор Аромат по произведению Алана Эдгара По, Ворон Я думаю, многие из вас читали это произведение Потрясающее, мистическое Тайное, загадочное Такое вот, сюрреалистичное Где Ворон доставал Автора этого произведения Точнее сказать, персонажей из этого произведения Который был в комнате И Ворон смотрел на него пристально И молчал, в ответ только каркал на все его вопросы То есть, это действительно осенний аромат Я уже не раз про него рассказывал Не хочу вдаваться во всю эту хтонь С похоронами, с кладбищами и прочими вещами То есть, это вот прям сырая, влажная, осенняя почва, листва И вот все в этом духе То есть, это действительно дождь Это причем такой, знаете, вот такой вот паскудный дождь Вот именно осенний такой, знаете Который без остановки с утра до самого вечера Может идти вот и капать Это вот перепрелые листья Это вот сырая, влажная земля Это вот все вот именно вот так вот гнетущее, угнетающее Вот этот аромат, он в конечном итоге вас вообще прям конкретно добьет Ну, как добьет? В хорошем, конечно, смысле этого слова Потому что мне вот он, наоборот, этим и нравится Вообще, конечно, у него роза, шафран и альдегиды То есть, вот такие вот основные ноты Роза здесь вот именно такая вот прелая уже какая-то Знаете, вот даже не завядшая какая-нибудь там С осыпавшимися лепестками Вот именно как прелая какая-то Не знаю, но если ее где-нибудь запереть Наверное, в чулане, в каком-нибудь в подвале Даже, знаете, где картошку вот хранят Вот в этом, в погребе Вот в погребе запереть букет роз И он там не завянет, а он спреет Вот это вот прелая роза на сырой земле И на которую идет дождь То есть, вот как-то так вот Потрясающе действительно Осенний аромат, который я вот бы носил бы То есть, вот опять же таки Там как задавали такую вот тему Что носить прямо целый сезон Соответственно, если вот так вот прямо Откинуть все наши ароматы Которые у нас есть И их у нас немало И прямо конкретно вот так вот определиться С выбором То, в принципе, я думаю, да Можно было бы все лето Относить вот этот самый Келямур Осень Вот этот Невермор От Фрапен Ну и дальше, конечно, там зима будет У меня весна, я все это покажу Но в том случае, если еще будет Будет подборка Именно с люксовыми ароматами Чтобы как бы было По два аромата на сезон Вот так вот, скажем Один нишевый, другой люксовый То есть, все-таки Четыре аромата Лично для меня это будет мало Это будет скучно Тем более, я привык Когда такая большая коллекция Когда столько всего есть Ну, каждый день чем-то разным Брызгаться все-таки Мне кажется, надо как-то это все равно Чередовать Сочетать и Разнообразить Так скажем В общем, осень для меня Это вот Фрапен Невермор Лучше вот эту вот руку взять Но я еще флакончики покажу поближе Так, дальше у нас что идет Дальше у нас идет зима Зимний аромат Я решил взять Черную лилию От Исабе Этот аромат у меня был Сегодня ароматом дня Я решил его просто-напросто Вспомнить Посмотреть, как он себя Ведет в летнюю Жаркую погоду И, к сожалению Летом он Звучал он прекрасно Но он очень быстро слетел Жара его съела Съела с моей кожи Но вот В прохладное время года В зимнее даже Так скажем Время года В холодную весну А у нас весна Бывает разная И по минус 35 градусов Так скажем Там в марте Еще может быть даже В начале апреля Нет, в апреле конечно не бывает Такой погоды Ну, в марте, скажем так Бывает и по 35 градусов Поэтому в зимнее время Он звучит потрясающе Это Бело-цветочный Темный Томный Обволакивающий Насыщенный Густой букет Вот именно Белых таких вот Душных Тяжелых цветов Соответственно Зимой Это будет просто-напросто Великолепно И потрясающе Это будет вот Полностью вокруг вас Хотя, если говорить про люкс Там у меня будет другой аромат И если Возникнет такая идея То есть там еще И про люксовые ароматы В общем, я думаю На зиму Исабей Черная Вот это вот Самая черная лилия Это будет потрясающий Великолепнейший аромат Самый его ближайший родственник Который вот он мне напоминает Да, вот этот аромат Вот этот вот букет Это сочетание нот Это знаете что? Фиолетовая орхидея Тумфорда То есть Для меня В этих двух ароматах Есть вот что-то Что их объединяет Хотя Пирамиды у них Абсолютно разные Там вроде бы Иром Там и Какие-то Тоже наверное Трюфели Как и в черной орхидее Есть Ну то есть Но по такому вот настроению Они как-то для меня похожи При этом Оба безумно стойкие Оба вот Яркие Насыщенные Глубокие По своему звучанию И тут бы аромат Я бы тоже зимой носил Но так как у меня нет Фиолетовой орхидеи У меня есть черная лилия И это круто Вот это для меня Аромат зимы Поэтому если Опять же таки Укладываться в эти рамки Я бы с удовольствием Я бы всю зиму поливался Именно вот этой вот Черной лилией От Исабей Прекраснейший Прекраснейший Но у него и оформление Конечно мне кажется Потрясающе Такой черный гробик Для такого черного флакончика С такой вот Серебряной Крышечкой Который вот этот раз Саркофаг закрылся И все И мы его убрали До следующей зимы Этот аромат Который у нас будет Ну и после зимы У нас идет что? У нас идет весна А весной Мне нравятся Часто шипры Но я решил взять Не просто шипры Я решил взять Сумасшедший Такой шипр С сумасшедшим названием Матмадам Безумная мадам Жюлет Хосыган Который действительно По своему изучению Очень безумный аромат Многие его терпеть не могут Это я знаю По комментариям У нас под видео И по комментариям На фрагрантике За его Безумную Животную ноту А здесь Это очень заметно В пирамиде аромата Вроде бы Касториум Насколько я помню Ну да Это Касториум Это вот Все вот То что многие не любят Здесь все это есть Но это на хорошем Прямо таком вот Объемном Шипровом звучании И для меня Шипры Мне нравятся Как в весеннее время Так конечно же И в осеннее время Ну раз зашла речь Про весенний аромат Матмадам У меня на весну И я его люблю Действительно весной носить То есть вот Последний раз Я им пользовался Этой весной И вот на данный момент Я этот аромат На себя больше не наносил Потому что Летом он как-то быстро Опять же таки слетает А весной Это сучит очень долго Объемно Плотно Красиво Интересно В то же время Прозрачно И воздушно За счет возможно Современных Синтетических Амброксановых нот Потому что я знаю Джульет Хасыгана Не любят Вот эти вот Молекулы Используют в своих Ароматах Вот все вот эти Изе суперы Амброксаны Амброромы То есть вот именно Современные вот такие вот Нотки И здесь вот это вот есть И вообще Этот аромат Он из разряда Неошипров Таких вот Современных Да вот новых Шипров И это действительно Так и есть Я не помню сейчас Всю его пирамиду Я знаю что там Есть роза Есть дубовый мох Есть вот тот самый Касториум Еще какие-то там Вроде бы Эпионы Еще какие-то Нотки Не знаю И чем-то он Не напоминает Ароматы В духе Кориандра Палома Пикассо Агент Провокатор Классический Только этот он Громче Ярче И насыщеннее От вообще Всех этих ароматов Плюс Безусловно Животный Насыщенный Яркий Очень яркий Насыщенный Животный аккорд Для тех Кто конечно Не любит Всякие там Касториумы Цветы Даже не советую Для покупки Слепую Ну и наверное Для затеста Если он попадется В магазине Ну если только Знаете Прямо так Пол пшика На блутеры С расстояния Одного метра Пробовать Потому что Все таки Очень сильный Животный аккорд Но меня это Не пугает Мне это Не мешает Потому что Я понимаю Что здесь Не в прямом смысле Всякие там Сики-каки Да Вот эти вот Животные Все это В переносном смысле При этом В сочетании С другими нотами Это не пахнет Отвратительно И отталкивающе Лично для меня Да я думаю И в шлейфе Тоже Потому что Когда Карина Пользовалась Этим ароматом Я вообще В принципе Не слышу Никаких Животных нот Я слышу Хороший Дорогой Богатый Шипровый Аромат С Заметным Хом И Синтетическими Вот именно Амбровыми Какими-то нотами В шлейфе Плюс Естественно Вот эти вот Самые вот Кориандра Паломо Пикассно И какие-то Такие вот Нюансы Которые Были Современные В 80-70-х Годах Ну то есть Я думаю Вы поняли Что я имею ввиду Поэтому для меня Вот это вот Аромат Безусловно Весна Потому что Весной Он потрясающе Сидит Потрясающе Открывается Шлейфит И просто Прекрасен И великолепен Надеюсь Я справился С заданием Поставленным Мне на трансляции Давайте еще раз Напомню Лето у меня Анигюталь Телямур Осень у меня Будет Невермор Фрапен Зима У меня Черная Лилия Белоцветочный Потрясающий Прям густой Не знаю Великолепнейший Аромат Сегодня я вот Его носил Но вот летом Конечно он Очень как-то Быстро слетел Хотя я знаю Что он стойкий Именно в прохладную Погоду Он сидит там Не с утра До самого Вечера Вот сейчас У нас было жарко Ну вот Наверное 38 градусов Точно было Потому что В тени Было 36 градусов И соответственно Вот он Быстро Очень быстро Слетел И весна Это безумная Мадам Отжилет Хосаган То есть У меня такая Подборка Если вам будет Интересно Продолжение Но уже С люксовыми Ароматами Пишите Обязательно Сделаем Что-нибудь Придумаем Что-нибудь Еще интересное Подберем Ну и также Предлагаю вам В комментариях Написать Какие бы Вы 4 аромата Выбрали для себя На 4 сезона То есть Вот прям Загоните себя Вот так вот В рамки Поставьте себе Цель Найти 4 аромата На 4 сезона И пишите мне В комментариях С удовольствием С вами почитаем Поделимся Пообсуждаем Эту тему В общем Спасибо ребят За тему Спасибо нашим зрителям Что подкинули Такую интересную Тему для нас Ждем вас В комментариях Всем спасибо За просмотр До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok